Открытие 17-й годичной научной конференции состоялось в Доме культуры Российско-Армянского университета. Конференция будет проходить по научным направлениям – физико-математические и естественные науки, общественные и гуманитарные науки. На конференции с докладами в этом году примут участие более 300 представителей как Российско-Армянского университета, так и других армянских вузов и академических институтов. В том числе примут участие в 17-й годичной научной конференции представители различных ведущих университетов России. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С приветственной речью выступит ректор Сиско-Армянского университета Эдвард Сандуян, отметив значимость науки в современном мире. Мир изменился. Мы еще до конца с вами не осознали, что давно мы живем уже в совершенно иной ситуации в ином мире. И с этой точки зрения в контексте сегодняшнего мероприятия я бы хотел сказать, что традиционные подходы, когда экономика подразделялась на реальный сектор экономики, сферу услуг, в некоторых случаях выделяют телекоммуникации, финансовый сектор и так далее, очень часто бывало, ну, скажем, в 20 веке, такая конфузная ситуация, когда непонятно было, куда же, значит, вложить науку. Ну, образование можно условно назвать сферой услуг, но это очень унизительно для образования и культуры и так далее, да? Сегодня наука – это уже подлинный реальный сектор экономики. Сегодня наука создает новую стоимость, как фундаментальная, так и прикладная, во всех сферах научной деятельности. Сегодня можно строить будущее или стратегию развития той или иной страны, основываясь именно на научной деятельности. Говоря бытовым языком, ну, таким упрощаем, да, я могу сказать, что сегодня, занимаясь наукой, можно хорошо зарабатывать и жить хорошо. Выразил благодарность участникам мероприятия, отметил успех научной деятельности университета проректор по науке РАО Паркева Витясян. Уважаемый Эдвард Мартыевич, уважаемые коллеги, друзья, дорогие студенты, аспиранты, дорогие гости, в каждом случае хочу вас поприветствовать и выразить надежду, что 17-я научная годичная конференция пройдет еще в более масштабном формате. Я думаю, подтверждение количество, огромное количество участников, более 300 докладов, большое количество участников, сторонних организаций. Хочу особенно поприветствовать наши делегации, наших вузов, партнеров, стратегического партнера Санкт-Петербургского политеха имени Петра Великого. Огромная делегация. Хочу поприветствовать. Хочу поблагодарить и поприветствовать участников из Томского государственного университета, из Уральского государственного юридического университета, из физико-технического. Но много займет времени перечислить всех тех, кто сегодня в зале и все те, кто будет к нам подключаться в онлайн формате. Это порядка более 100 участников. Я думаю, это делает честь нашему университету и в целом наполняет нашу конференцию новыми веяниями и новыми, так сказать, достижениями, которыми мы тоже можем в определенной степени гордиться. Поприветствовал также участников мероприятия представитель посольства Российской Федерации в Республике Армения и представитель Российского Центра науки и культуры в Ереване. Дорогие друзья, сегодня у меня приятное поручение. Я хочу огласить приветствие посла Российской Федерации в Республике Армения, организаторам и участникам 17-й годичной научной конференции Российско-Армянского и Славянского университета. Дорогие друзья, приветствую вас на открытии 17-й годичной научной конференции Российско-Армянского университета. Российско-армянское взаимодействие в области образования и науки остается одним из важнейших элементов многогранных отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения и традиционно поддерживается на высоком уровне. Сегодня эти связи продолжают уступательно развиваться, в том числе по линии формирования устойчивых контактов между соответствующими учреждениями наших стран. Российско-Армянский университет призван играть особую роль в этом актуальном и благородном деле, используя наработанные солидные опыты, потенциал в сферах ак-образования, так и фундаментальных и прикладных научных исследований. Желаю участникам годичной конференции РАУ, традиционно подводящей итоги проделанной работы и намечающей цели на будущее, интересной и благотворной работы. Подписано Сергей Павлович Кабыркин 4 декабря 2023 года. Присоединяюсь к сказанному не только потому, что руководством, но и от себя лично. Хорошего дня. Позвольте от имени Российского центра науки и культуры поприветствовать вас и сказать, что университет является надежным и многолетним партнером всех наших проектов. Профессорско-преподавательский состав, студенты, очень активно участвуют в наших мероприятиях и многие из них стали визитной карточкой нашей совместной работы. Это и мероприятие по продвижению русского языка на кафедре, это и конкурс арминоведения вместе с институтом востоковедения, конкурс имени академика Мара. Что еще хочется добавить, что практически все наши сотрудники являются выпускниками этого вуза. Мы на деле знаем о том, как здесь учат, потому что выпускаются настоящие профессионалы. Огромное спасибо за приглашение. Позвольте пожелать вам плодотворной работы, интересных докладов. Мы с нетерпением будем ждать итогов завершения этой конференции. Спасибо. Научная конференция будет проходить на базе Российско-Армянского университета до 8 декабря. Продолжение следует...